Да, значит, пожалуйста, вас приветствует. Вы посмотрите, что будет происходить в наших организмах? Нет, вот как раз я ничего не буду объяснять, а вот хочу, чтобы сперва прозвучала музыка, а потом, а потом, да. Значит, итак, значит, «Авы Бэру» Вольгарка Владимута исполняют Надежда Поначева и Наталья Ерюбина, а украяя Ольга Свейна. Вольгарка Владимута Украина Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» как были приняты определенное количество антибиотиков, проведен медицинский курс лечебный. Ей один из докторов просто сказал, а вы знаете, чтобы проделактировать возможную рецидию, вам нужно заняться музыкотерапией. Вот есть такой метод. И Наталья нашла Сергея Вагановича. Наталья Рюмина является сейчас уже очень хорошим и известным специалистом в области музыкальной терапии сама. Сама разработала очень хороший метод. В первую очередь этот метод отлично работает с детьми, со взрослыми, консультивным, психологом. Капитат наук недавно получила профессорское звание. И так, чтобы знали, что она пела от души, пела всегда, наверное, но занимается вокалом она всего несколько месяцев. И за это время она сделала колоссальные успехи. И вот у нее сейчас, слышите, очень приятный тембр. Немножко волнуемся, я волнуюсь. Это обычно, это наши, так сказать, учащиеся, а в данном случае учащиеся вокаля школы получаются. Вот. Они так и будут закаляться. Потому что не на пятом курсе и консерватории надо, а вот на первых шагах. Первые шаги. И вот на сцену. Вот это мой девиз. Ну и вполне хорошо, замечательно. Спелая Наталья и Дуэль был вполне приятный. И вот я теперь хочу продолжить это дальше. То есть мы сейчас воспринимали музыку слуха. И она вызвала у нас с вами определенные эмоции. Посмотрите вот на этой схеме. Значит, источник звука в данном случае были две сладко-головцы и сиренны, а не труба. И вот их, так сказать, звук воздействовал на наши органы восприятия, на органы слуха. И дальше это все по сложным нервным путям попадает в головной мозг. Вы знаете, что вот такой вид мозга – это не преувеличение. Дело в том, что когда мы воспринимаем с вами музыку, буквально все отделы мозга головного начинают активизироваться. И это, ну, так сказать, видно с помощью современных методов обследования. И самое главное, что после обработки, значит, мы с вами получаем некую национальную реакцию. Я думаю, когда слушаешь музыку Моцарта, когда слушаешь старинную музыку, спокойствие, умиротворение, приятное настроение возникает. А это всегда поражает определенные гормоны. Но эмоции могут быть, смотрите, и гнев, и смех, и все это есть в музыке, и любовь. Все передается в музыке и передается на слушателя. Соответственно, меняется настроение, меняется гормональный фон. Меняется активность жизненно важного органа. То есть через эмоции, через слух мы можем менять настроение и менять вторично уже состояние возникновения. Но это еще не все. Значит, при том, установлено было, что музыка, если мелодичная, если она умеренного темпа, она успокаивает человека. Если она быстрая, если энергичная по ритму, то не сделают все это физиологические функции. А самое главное, что если она приятна на слух, то это активизирует деятельность центральной нервной системы, стимулирует интеллект, внимание и так далее. Ну вот теперь смотрите, мы с вами слушаем, опять же, не только ушами. Ну вот у нас в коже человеческой имеются, вот смотрите, я вам показываю сейчас, тельца починили. Они воспринимают тоже частоты вибрации до 200 Гц. И тогда они, вот эти тельца, пропуская через себя нервные иммульсы, оптимизируют противополевую систему. И это второе звено, о котором никто никогда раньше не говорил. Дальше. Выявлено, что если прикладывать к биологически активным точкам микрофоны, вот непосредственно на них, то электропроводность меняется и меняется активность физиологических систем. То есть точки акупунктуры тоже реагируют, остальные региональные системы тоже реагируют на музыкальное воздействие. И наконец, четвертое, биорезонансный компонент, самое для меня интересное, это непосредственные подкрытия со стороны клеток на музыкальное воздействие. И мы проводили целые специальные серии исследований по этому вопросу. Вот так были наши, ну, и кто-то назвал когда-то революционными исследованиями, да? Значит, это вот в промерочках раковые клетки находятся. Клетки меланома, одна из самых злокачественных акукорей. И вот мы воздействовали разными видами музыки, инструменты сливом концентра на кошельке, в нашем национальном лукоцентре. А потом современными методами исследовали, вообще есть какая-то реакция или ее нет? Оказалось, есть, и она разнонаправленная, в зависимости от музыки. Причем, есть были виды музыки, которые усиливали активность опыта в клеток, а были те, которые подавляют. Была модель, связанная с воздействием музыки на микроорганизмы. Отдельная серия опыта. Отдельная серия опыта, мы воздействовали на кровь, отдельно от пациентов. И, кстати говоря, выявили, что менялась свертывающая система крови человека. И, в частности, про трамбиновый индекс, что очень потом нам было, так сказать, использована ловко в лечении больных гипертонической болезнью. Далее, мы это запатентовали, выявили, что вода реагирует тоже на акустические воздействия, меняется ее структура, меняется структура воды, и в ней возникают такие продукты электромагнитные поля. То есть, за счет этого, когда попадает на воду акустическая энергия, она трансформируется в электромагнитную. Поэтому наши вот эти реакции наблюдались даже на уровне ДНК. Именно за счет вот этих электромагнитных полей. Ну, это вот часть патентов, которые мы получили. Я не то, что хвастаюсь, понимаете, я именно пытаюсь показать вам, что музыкальная терапия когда-то была мифом, а теперь стала наукой. И сегодня, если говорить о технологиях музыкальной терапии, их много. Здесь только часть, которую разработали, ну, мы, скажем так, на нашей школе. В принципе, это клинические, которые используются в клинике, и оздоровительные, которые используются для проживателей и оздоровлений. Есть активные, там, где пациенты поют, сами музицируют и так далее. Есть рецептивные, где пациенты слушают разных программ. Программы эти, мы, вот, такие рецептивные, мы их разрабатываем. И они сейчас используются совершенно в разных областях. Давайте посмотрим, где можно сегодня использовать и найти эти технологии. В психиатрии, да, это было и до нас известно. Это внутренние болезни, косметология, стоматология, хирургия, пьянки, восстановительная медицина со всеми ее веточками, санкотом, кулотное лечение, реабилитация. Мы создали вот такие технологии рецептивные. Есть целые, ну, вот, и на ней профессионалы. И здесь можно лечить только надыхание, сердечно-сосудистые системы, невозы, стрессы, невозы, синдромы. То есть, самые широкие показания. Это вот и психосоматические программы, и психотерапевтические программы. Они очень простым использованием, на программе нет побочных эффектов и замечательно сочетаются с любыми лечебными процедурами. Сегодня наши программы используются в Европе, и в США, и в наших ведущих центрах, в том числе в силовых структурах и так далее. И я думаю, все это будет нарастать, потому что без этих технологий тот самый уровень медицины, мне кажется, недоступен. То есть, удалить мы можем, решить тоже все в институте. Но очень важно и качество жизни, и состояние людей, и в том числе техническое. Теперь несколько слов о нашем новых проектах. Профессиональные курсы, три ступени мастерства. И мастер-классы по музыкальной терапии. Второе – это международная вокальная школа. Третье – международный конкурс вокального творчества «Био Бельканту». И концерт-встреча «Мелодия здоровья» – вот это первая, судьи наши встречи. Значит, по учебе. Мы совместно с Европейской академией музыкальной терапии и Национальной ассоциацией музыкальной терапии сделали вот такие профессиональные курсы по переподготовке. У кого есть лучшее образование, могут пройти эти курсы и стать профессиональными специалистами в области музыкальной терапии. Летом – это Болгария, все остальное время – Россия, Москва. Значит, ну и здесь вот отображены эти ступени. Общая музыкотерапия, рецептильная, активная технология. В общем, с этим можно всегда подробнее познакомиться. Теперь наша международная вокальная школа. Значит, мы хотим сделать вокал более доступным для широких масс, потому что вот наши технологии, быстрой постановки голоса, позволяют сэкономить огромное количество времени. То есть, ну так, по моим подсчетам, три года у нас будут качественные певцы, уже есть, даже забавно. Хорошие, настоящие, которые уже завоевывают признанные международные конкурсы. Один сегодня же не в письме. Вот, далее. Значит, что мы делаем в вокальной школе? Академическая постановка голоса начинающих певца. Те, кто уже певцы состоявшихся, подготовить оперы, камерные программы, театральные деятельности и так далее. Вокал без границ. Вот это для любителей пения без вопроса как-то лечения. Те, кто хотят профессионально обрадить секретами вокала. Поверьте мне, вокал дает колоссальные возможности для человеческого организма. И можно лечить, как мы доказали когда-то, бронхиальную астму. Сегодня я применяю это при лечении синдрома Альцгеймера. Можно укрикать организм в целом. Воздействие на психику человека. Лечить заикание, стрессы. В общем, целый широчайший комплекс проблем можно решать с помощью вокала. И, конечно, когда мы занимаемся вокал терапией, человек должен владеть своим аппаратом. И чем быстрее мы помогаем им м ongoing аппаратной овладьи, тем быстрее мы достигаем ненужного результата. И я, кстати говоря, когда еще работал со своими пациентами, страдающими бронхиальной астмой, это был ансамбль людей, первая моя группа была через 15, которые говорили не могли, задыхались. они сидели на капельницах с гормоном и через две недели от начала занятий значит лифтер это 63 клиническая болица с которыми поднимался периодически в одно и то же время по вечерам я приходил туда заниматься с этой группой у меня, знаете, в это время, когда вы приходите, очень хороший спор поют как-то совпадает, когда вы приходите и мне было так приятно, они стали говорить, что это мои пациенты поют понимаете, то есть через некоторое время не то, что клинические улучшения пошли, но люди весь стали хорошо и вот, собственно говоря, с тех пор я начал замечать, что, оказывается, задачи при бокал терапии можно расширять не только улучшить состояние, но приобщить человека к творчеству и даже сделать его в каком-то смысле мастером вот, и это все уже реалии сегодняшнего дня, то есть мы этим уже занимаемся во всем значит, теперь смотрите, вот мы в мае месяце проводим в Болгарии, опять же, международный конкурс фестиваля вокального творчества задача та же самая, и он называется «Вим Абериканту» понимаете, «Вим Абериканту» да здравствует красивое пение, да здравствует настоящее пение и мы хотим сделать это пение достоянием людей не узких групп лиц, которые любят оферное пение нет, оно должно стать достоянием всех поэтому мы приглашаем, и самое главное, что уже туда тоже приезжают исполнители из Китая, из Эстонии, из России, из Болгарии уже открытываются и мы очень счастливы, что вот мать и парень из Эстонии согласился в соответствии с Большого театра ведущий исполнитель они будут в жюри и будут оцениваны и там же будут импресарию там же будут люди, которые, возможно, открыв вот эти таланты дадут им дорогу в будущее вот, и мы считаем это тоже очень интересной стороной нашей деятельности я хочу вас поблагодарить за внимание я вам, минимум, рассказал очень долго, но мы действительно сколько делали и сейчас большой перерыв значит, какая у меня просьба ко всем значит, там на стенде нашем есть анкетки по пожеланию, кто заточит, запомнит, кто нет значит, вы их сейчас запомните там несколько простых вопросов в том числе, вот ваш самочувствие, когда музыку, концерт прослушает вот так, изменилось ли оно или нет нравится вам, понравится вам мероприятие сегодняшний или нет в общем, ваши там несколько вопросов очень простые анкетки кто захочет, пожалуйста, сделать все такое предложение ответить на эти вопросы так после концерта у кого будут из зрителей вопросы мы готовы, будем, так сказать, пообщаться ответить на эти вопросы даже микрофончик будет стоять а сейчас 10-15 минут перерыв и мы будем слушать, я думаю, замечательный концерт спасибо большое спасибо спасибо спасибо